Добрый вечер всем. Я хочу посмотреть под уходящий год тигра. Какой доход можно получить от определенной профессии или бизнеса или вложения в акции. У кого что тут волнует. Это последние часы у нас года тигра. У китайцев год начинается с рассветом солнца. Так что это последние часы года тигра. Что мы получим? Как бы последние откровения. Не знаю почему алтарь похож на такой кремовый, вообще он зеленоватый. Не важно. На руническом таро четыре варианта. Не зеркалит камера. Выбирайте, загадывайте. Можете разные. У кого много профессий можете разные попробовать. Можете один. Какой уровень дохода даст эта профессия, это дело. Или вообще ничего не даст. Тоже такое бывает. Иногда, между прочим, бывает, что мы все деньги выбрали вот с этой профессии или с этого направления. Некоторые могут всю жизнь работать, а у некоторых городскор так устроен, что он с какой-то области может выбрать часть, потом надо уходить менять. Ну, вот посмотрим. Это не приговор, это вот именно с конкретной профессией. Посмотрим. Начинаю с первого варианта. У нас первый вариант. Семерка Пентаклей, под ним пятерка Жезлов. Седьмой аркан Колесница, перевернутый. Тринадцатый аркан Смерть. Девятнадцатый аркан Солнца и семерка Жезлов. У нас две семерки и седьмой аркан Колесница. Это вообще три семерки. И три семерка очень четко намекает, что человек не знает, куда ему податься и что ему делать. Это в новых условиях. Это сто процентов. Если у вас еще эта стадия не наступила, она обязательно поступит. Она в данном случае не указывает на талант, не лежат еще вместе. Это перебор. Это уже не знает, куда податься человек. И тут очень четко. Тут Колесница, перевернутый. Тринадцатый аркан. Если у вас был бизнес, вот он умер. Вот какой-то бизнес, который вы заказывали, он просто умер. По внешним обстоятельствам. Но и отчаиваться не стоит. Может быть, это связано с кризисом, потому что следующая карта Солнца. И Солнце, оно очень хорошо для торговли, для искусства, для прибавления. Если вы с детьми как-то связаны, то тоже очень хорошо. Но, тем не менее, у вас довольно свободный образ жизни. Вам хватает на это средств и на Солнце. Пусть оно перевернутое. То есть, у вас что-то одно умерло. И это реанимировать совершенно бесполезно. Вообще бесполезно. Но при этом у вас есть средства на жизнь. Вы бедствовать не будете. Абсолютно. Потому что тут и шут перевернутый. Но, правда, они перевернуты. Это не так хорошо, как это было раньше. Когда колесница была прямая. Причем, это не зависит от вас обстоятельства. В кризис, например, не спрашивают этот товар. И все. Но Солнце, оно дает надежду перехода. То есть, тут какой-то будет переход, перестройка. Тут можно, если это бизнес, его продать. Например, то, что осталось быстренько. Чтобы с этими деньгами перестроиться на что-то другое. Если это была работа, то это сейчас будет не востребовано. Но будет востребовано что-то смежное, другое. По Солнцу. И вот по этому Солнцу можно перейти. И даже иметь более свободный график. Но тут сложности в том, что при колеснице перевернутой и семерках очень тяжело собраться. А тут это очень четко отсветилось, что три семерки и перевернутая колесница. А то тут нам дает надежду просто. Но это свободный более образ жизни. Это время обдумывания планов. Какие-то будут возможности. И потом возникнет идея. Солнце с шутом. Это какие-то новые идеи. И, между прочим, Солнце с Ерофантом очень родственные арканы. Потому что Солнце связано с Пятым домом. И тут Пятый аркан. Они очень-очень связаны. Не вместе. Это какая-то новая идея должна возникнуть. Совершенно другой. Если это работа была, то это другая работа. Совершенно другая. Но и переживать не стоит. Потому что Солнце с Ерофантом в сущности не хуже, чем колесница. Но это что-то другое. Это совсем другой источник доходов вообще. То есть, занимались вы совершенно одним. А займетесь совершенно противоположным. Просто он сгорел. Вот там аутодафи и рядом смерть. Это как бы то ли профессия, то ли работа сгорела. Вот разваливается. Сейчас идет развал. Просто развал. Кому-то не хватает энергии. Где живет там. Нету газа. У кого-то экономика разваливается. Где-то гиперинфляция. Люди не могут покупать уже другой товар. Ну вот в таком плане. Но это не зависит от вас. Это просто вот сгорело. И самое интересное. Тут карты совершенно родственные. Там семерки. Тут смотрите. Огонь. Смерть, которую знаменуют. И дальше солнце тоже. Это огонь. Но это уже огонь возрождения. То есть, через какой-то момент вы найдете. Но это пока в нынешних обстоятельствах, конечно, не будет так выгодно. Потому что все карты перевернуты. Это максимум половина от того, что вы рассчитываете. И смотрите. На Айрафанте тут руна райда перевернута. И солнце это тоже колесница. Тут движение. Тут связано что-то будет с движением, с перемещением. Или с переездами, или с машинами. С какими-то перемещениями. Или указывает на скорость. Что это будет быстро. То есть, это либо быстро придет решение, либо скорость. Но как это тут надо посидеть, подумать. И вы придете к верному решению. Тут интуиция не работает. Почему? Потому что три семерки, они эту интуицию смазывают. Они ее уводят. Тут нужно очень четко именно разум включать. То, что логика подсказывает. То, что логично. Три семерки. С одной стороны, можно сказать, что эта интуиция работает на пределе. Но она не работает так, чтобы дать конкретный вам реальный результат. Ну, если только вы не пойдете в религию, и не начнете на этом зарабатывать. Или на каких-нибудь пророчествах. Вот в этом плане, да. Ну, что еще может быть? Может, вы пойдете в искусство. Тогда тоже это хорошо. Правда, как говорят люди с сильными семерками, что даже интересно разговаривала с женщиной. У него мужик как раз были очень выраженные семерки. Он был хороший художник. Не работает. Работает она. Я говорю, ну пусть он пишет картины, а ты продавай. Говорит, я ему это предлагаю. Он мне говорит, это не так просто, понимаешь. Она говорит, ну я буду продавать, у меня хорошо с торговлей. Это не так просто. Хотя от него требовалось сделать только то, что он может. Дальше это не вот эта бич вот таких трех семерок. У него в этот момент вот в них, как бы в этих тисках подзастряли. Как вращили мы. Но это тоже проходит. И к вам придется осануться. Наоборот, очень четко все осознает, как и шут. Это самоосознание. То есть надо посидеть, подумать, к чему склонны. И все станет на свои места. И вас пойдет. Даже вы будете вести более легкий образ жизни. Более свободный. Вот такой у нас первый вариант. Ну, как это жизненный. Сейчас действительно очень много разваливается. Но это реанимировать бесполезно как это. Эту работу спасать бесполезно. Если вам на ней не платят, уходите, найдете другую. Вот такой совет. И на этом мы прощаемся. Второй у нас вариант. Жрица, императрица. Королева Пентаклин. Тут вообще одни женские карты, как бы. Дальше у нас четверка мечей идет. И девятка мечей. И семерка мечей. Ну, тут или заработок повреждает здоровье. Это очень ярко выражено. Заработок он даст императрице. Но не так много, потому что императрица перевернута. Но он тут одни мечи. Он здоровье повредит. Девятка, четверка мечей. Он четко повреждает этот род деятельности, что вы хотите или вы работаете. Он повреждает здоровье. Даже если вам кажется, что он безопасный, он очень четко повреждает здоровье. Дальше, если это как-то связано с транспортом, тут лодка. Он будет очень ломаться. Замучаетесь чинить. То есть, либо вы, либо ваши какие-то там механизмы, машины очень ломающиеся. И у этой императрицы, у нее она не отдыхает, она не на престоле, она таки вот тут. Она не такая легкая. А во-вторых, пряжа, она работает. Это постоянно какая-то, ну, постоянно повторяющаяся работа, как веретено. И веретено, оно тоже как бы имеет символ жизни. И тут идет болезнь. Это способ, вот, я бы так сказала, какой-то не очень хороший, да. И суд перевернутый. Тут очень риск для здоровья. Риск для жизни. Ну, колесница-то с поездками. С одной стороны, да, это может дать бизнес, но и может, и дорогу. Очень может быть, что это в дороге что-то будет. Мысли это связаны с разъездами, там, вы на машине ездите куда-то. Это может быть какой-то риск. Я не знаю, даже если у вас сидячая тут работа какая-то монотонная, но вот это, вот это вам работа повреждает здоровье. Но больше тут связано с каким-то механизмом, разъездом нудной монотонной работы. Вот это можно заболеть. Его в итоге можно сделать по прямой колеснице, даже в такой, в бизнес перевести отшельник. Но это ненадолго. Это ненадолго. Отшельник не даст заработков. Я бы сказала, тут временами это хорошо для подработки. Это хороша временная работа. По императрице, по колеснице может дать деньги. Да, какие-то блага. То спинтакли может дать. Но вот это со здоровьем, что мне, оно того не стоит. Потому что три карты, повреждающие здоровье и четвертая. Тут очень такая страшный суд. Это как кладбище, что хуже, хуже, хуже. Но это не то, что стоит затевать. В общем, если вы работаете... Вот такая работа бывает у тех, кто в аэропорту работает. Вроде хорошо, но... Там здоровье садится к 50 годам, их большинство нет в живых. Но это именно такая работа. Это не война там, ничего. Потому что женские карты первые. Да, и мне пятнадцатый аркан выпал. Предупреждает, что это серьезно. Лучше подумать, как бы поменять что-то. Если это у вас в планах, то лучше меняйте эти планы. Это вам ничего хорошего в итоге не принесет по здоровью. Деньги вы можете получать, здоровье можете подорвать. Вот каким-то образом, именно в этой профессии, ну что угодно, человек может с лестницы споткнуться, упасть. Даже идя на работу. Скользко, гололед подскользнулся, поехал. Вот, по-любому выходит повреждение здоровья. И если вы такое предупреждение получили, отнеситесь, пожалуйста, к нему внимательно. Можно заразиться любой болезнью. В конце концов, на работе, да? Это карта высших сил. Ну, а что вам искать тогда? Умеренность. Даже, если терпеть нет сил. А все равно, как-то можешь, не можешь, меняйте эти планы, меняйте эту работу. Но все равно это вот случится. Это связано именно с этой работой. А что вы найдете взамен? Ничего хорошего она не принесет. Четверка жезлов. Ну, что-то найдется. Что-то найдется. Поспокойнее гораздо. Туз кубков найдете. Даже если это работа на дому, влюбленные. Да, вы найдете другое. Более спокойное, связанное с домом. Намного спокойнее. Но это не то, что... Да, найдете девятка пентаклей. Безусловно, еще прямая. Так что сидите, думайте. Даже если вы терпеть не можете, вы очень зависимы от этой работы, от этого вида деятельности. Все равно меняйте, отказывайтесь. Что угодно бывает. Вот в самой тихой, спокойной как-то. Заводи. Вы найдете что-то другое, что вам принесет девятку пентаклей. Это в любом случае деньги. И деньги хорошие. Там императрица, да, но она перевернутая. А вот девятка пентаклей, она прямая. И девятка пентаклей еще и говорит о здоровье. То есть как бы вы и деньги сохраните, и здоровье. А там вы потеряете здоровье, и не сможете зарабатывать в итоге. То есть как не кинь всюду клин. То есть эта деятельность не подходит. Если вы институт выбираете для профессии, эта профессия тоже вам здоровье повредит. Вот так бывает, что просто не годится. Ну вот на этом как бы мы со вторым вариантом тоже разобрались. Переходим к третьим. Так, у нас третий вариант. Туз жезлов. Ну тут туз жезлов. Ого. Девятка жезлов под ним. Рыцарь пентаклей. Перевернутый. Туз мечей прямой. Шестерка пентаклей перевернутый. Десятка пентаклей перевернутый. Тут работа много. Идет пахать и пахать просто. Как конь. Девятка жезлов с тузом жезлов. Это работа очень много. Ну тут с мечей работа с большими стрессами. С очень большими стрессами, да. Тут можно заработать. Тут шестерка с десяткой пентаклей вместе. Но в половину того, что вы хотите, они перевернуты. Тут можно и с очень большими стрессами. Или это как это, типа военного или охранного бизнеса, где нужно сражаться все время. На мечах буквально. Где нужно сражаться, отстаивать себя. Или вы в какой-то охранной фильме работаете инкассатором. Ну вот типа такого. Или где очень много стрессов. Вот приходит много людей. Вы можете на потоке заработать. Но это очень для вас работа нервная. С потрясениями. Или это впрямую меч. Как это военный. Инкассатор там. Ну даже спорт. Да. Тоже борьба. Вот. Вот в таком плане. Но заработать тут можно, да. Но в половину меньше, чем вы рассчитываете. По перевернутым. Восьмерка кубков. Тут десятки ляжут. Посмотрим. Четверка пентакли. Но тут горит. Ну какие-то деньги будут, да. Тут деньги будут, но с очень большими стрессами. Десятка кубков. Ну вот первая прямая карта через какого-то время пошла. Да, оно будет, если это выдержать. Ну и с очень большими стрессами по отузу мечей. Если нервы позволяют, то вы выдержите. Влюбленные. Потом как-то успокоиться. Или время. Или привыкнете. Или время перестанет такое стрессовое быть. Потому что одно дело как бы. Инкассатором работать спокойно время. А другое в большой кризис, когда денег нет. И все за тобой охотятся. Или охрана, да. Спокойное время или неспокойное. А то очень большая разница. Как-то время успокоиться, наверное. Влюбленные они гораздо более спокойные. Прямая карта с десяткой кубков. Вы успокоитесь. Или найдете что-то получше. По-спокойнее. Или просто внешняя обстановка выровняется. Как бы военные, например, в мирное время у них идет выслуга. И всякие награды. Не награды, как это. Выпало из памяти. Постоянно дают деньги там на бандирование, на все это. Всякие доплаты. И другое дело, в реальности военное воевание. Это очень большая разница. Четвертый аркан император. Но совсем все равно. Но пряк такой есть по императору. И повешенный. Нет, очень больших денег это не даст. Но кормиться как бы этим можно. И сверху что-то откладывать. По повешенному очень многое не будет. Потом опять как-то идет подъем. Потом сбой и надолго. Сбой и надолго. Например, вы идете по карьере. Вам повышает. Потом раз все разрушилось. Отдел расформировали. Или другого на эту должность назначили. Вы опять зависли. Или как-то бизнес поднялся. Начал только давать доходы. Раз все стало мертво. В таком тельче повешенный. Вроде пошел, пошел. Потом... Ну, это еще тоже может просто быть такое время. Просто тяжелое время. Корабль тут горит. Ну, как это... Это лучший вариант. Тем не менее, пока лучше. Но с очень большими стрессами по... В первом варианте там стрессы. И тут очень потузом мечей. Тут стрессы сильные идут. Потому что это туз мечей все-таки. Это шок. Это удар. Это потрясение. И очень интересно. Тут четверка пентаклей. Как это? Сжечь мосты. Что-то, чтобы вот этим заниматься. Другое что-то надо бросить. Или вы будете хотеть это бросить. Сжечь мосты. Вы будете стоять перед выбором. Или это бросить. Или что-то другое. Да, окончательно. Причем, точно бросить перевернутый страшный суд. Как это решается человек. Но, тем не менее, это... Тут какие-то доходы тут бывают. Чем-то эта деятельность может принести успех. Не так и плохо. Но, как бы хотелось бы, чтобы эти карты, конечно, были прямые. Вот я еще положу одну карту на десятку пентаклей. Посмотрим, что она подскажет. Карта высших сил. Ничего не прямая. Так, есть судьба. Судьба. Еще карта сила. Восьмой аркан. Тоже судьба. Только судьбе. Как-то... Это по судьбе так. Больше не получается. Больше, чем по судьбе, не получается. Вот так был ответ. Сама профессия дает, но... Как это... Или бизнес такой дает, но не вау. Нет, тройка пентаклей. Нет, больше не будет. Почему десятка мечей. Шут перевернутый. Ну, вот так по судьбе. Карта высших сил опять. Больше не получится. С этого больше не получится. Половину от того, что можно получить... Ну, может, потому что такое время. Да. Может, потому что это не совсем, чтобы ваше было. Ну, может, не совсем это ваше. Или такое время. Или вот... По судьбе вот так. Да. Тринадцатый аркан. Тринадцатый аркан. Больше... Вот с этого больше не получишь. Кто-то, может, с этого и получает. Это как заправки. Кто-то разоряется на них. Кто-то обогащается. Кто-то имеет... Ну, доход. С перерывами. Вот этот доход такой... С перерывами какими-то. Вот такой у нас был третий вариант. Мы прощаемся. Переходим к четвертому. У нас четвертый вариант. Это единственный ответ «да» и «безусловный». Да. Восьмерка мечей прямая. Да. Это быстро. Это выгодно. И... Как это? Тут нет врагов. Тут нет соперников. Только у вас в голове. Несмотря на королеву мечей, луна тут перевернута. Если связано с заграницей, да, однозначно, да. В любом случае, да. Бизнес – да. Работа – да. Прибыль – да. И быстро. На ваш ответ... Это единственный вариант, который четко говорит, да, что бизнес пойдет, что работа пойдет, доход пойдет, и врагов у вас нету тут, соперников нету. Тут есть зависть королевы мечей, но она вам не помешает. Луна со звездой счастливой. Счастливая звезда вам светит в этом. Не даже счастливая звезда. Да. Безусловно, да. Да, ваши деятельности, ваши... Ну, тут требуется какая-то организация, или вы попали к такому начальнику-организатору хорошему, или вы сами организатор этого дела. Ну, тут, да, однозначно, да. Это единственный такой однозначный совершенно вариант. Тут нет никаких таких стрессов, нет никаких потрясений. Сейчас давайте доложим. Но, во всяком случае, на первую. Да, отмаг перевернутый, но это требует много усилий. Это уже не так легко. Очень много помогут. Перевернутый мак очень... Но, в то же время, у нас солнце. Пусть перевернутый, но это солнце. Это особенно для торговли хорошо, для искусства хорошо. Хоть для клуба знакомств. Если вы там, например, хотите какой-нибудь модельный бизнес, тоже прекрасно. Что к солнцу. К солнцу у нас Ерофан. Да, это реальный доход. Это реально вы получите. Это реально, и солнце, оно стабильное и долгое. Но оно перевернуто. Оно не даст в нынешних условиях всей полноты. Если бы еще солнце было прямое, тогда вообще было бы. Но все равно, однозначно, да, это для красоты это хорошо. Для шоу-бизнеса хорошо. Для искусства хорошо. Для торговли хорошо. Организация хорошо. Встреча с людьми, где требуется, тоже хорошо. Контактов. Но вообще вы человек очень контактный. Легко ладите с любыми. Желания ваши исполняются довольно быстро. И сейчас поток счастья и удачи вам, тем не менее, сочувствуют. Большинство карт тут прямые. Никакая королева мечей. У вас есть завистник. У вас есть враг королева мечей. Но никакой враг вам сейчас не может помешать. Вот ветер удачи вам светит. Вы едете. Стус кубков. Это может с недвижимостью связано. Может быть вы дом параллельно решили купить под это или построить. У вас это получится. Но не такой шикарный. На очень шикарный не замахивайтесь. Тут тус кубков перевернутый. Если вы решаете с недвижимостью. Или еще такой ради этой работы, дохода, то вам придется меньше бывать дома. И это тоже, конечно, как бы минус. Потому что страдает. Дом страдает. Вот. Перевернутый. Ну, в основном, вот еще приобретение чего-то. Можно заработать. Уровень дохода говорит, что ваше материальное благополучие тоже вырастет. По тузу. Кубков. Ой, тузу кубков, да. Могут быть это красивые вещи. Вы будете приобретать тоже. И солнце с красивыми вещами связаны. Туз кубков. Может. О подарках свидетельствует. Магазин подарков может быть даже. такое вот сувениров. Потому что солнце, оно оборот предполагает. Но тут не будет. Я уже сказала, что тут солнце перевернуто. Если прямое солнце, ну, дает 2-3 вещи, вы можете продать, да. По перевернутому солнцу одну. Вот все в таком духе это складывается. Ну, а в чем эта восьмерка мечей проиграется? Давайте посмотрим. Шестерка Пентакли. Ну, да. В заработках. В заработках. Чисто о заработках. Ну, в общем-то, мы-то и спрашиваем о заработках. Нам ничего другое не нужно. А вообще вам деньги по жизни какие суждены? Девятка Пентакли. Прямая. Очень хороший уровень. И шут. За счет ума это еще вы не связаны. Так вы по жизни не будете так много. Вы будете уходить с работы, где требуется очень много усилий. Если вы нашли работу, и она от вас требует очень-очень много усилий, и даже вы хорошо зарабатываете, вы рано или поздно уйдете. Потому что шут он не предполагает, он предполагает свободу. Причем, может, даже вы и не хотите так. Потому что человек к доходу привыкает, и ему рвать не очень хочется. И у вас очень много в жизни может по шуту этому обрываться. И вы будете искать причины в разный смысл, что да, это патузо мечей просто будет разрубать какой-то связи. даже если это вам не выгодно во имя свободы. А вообще у вас и девятка пентаклей выпала, и десятка. Ну, богатство вообще по жизни суждено. Но время от времени его вот этот туз мечей разрубает. А потом вы опять начинаете карабкаться. Но по жизни вы богатый человек и свободный. Счастливая звезда у вас по судьбе это точно. если бы это так выпало, это вообще было бы очень богатство. Но тут как бы шут он и соединяет, и в то же время вы жертвуете более свободно этими деньгами во имя более свободного образа жизни. Но это же вас и бережет. Шут он же дает и блок и солнца от всяких неприятностей, чтобы этот общий туз мечей общая катастрофа вас не задела. Вы не заболели тяжело, не слегли. Например, вы не поехали куда-то, где опасно. Вот в таком плане. Но у вас самый хороший вариант четвертый. Поздравляю. Он был единственный такой реально хороший вариант. Такой под Новый Год. Так что кто загадал деятельность под четверкой, да, однозначно. Но имейте ввиду, что у вас это будет прерваться. Но я не видела пока, чтобы было очень стабильно. В это время ничего. Это самый стабильный еще вариант. Ну вот на этом я прощаюсь со всеми. Это последний расклад в этом году. Следующее будем делать следующим. В год уже кота. А это год тигра беспощадного. Меня прощает.